Доброе утро, Тюмень! Всем привет! Это Кристиан Смирнова, Игорь Жариков и этот четверг. Мы хотим таки начать с рубрики «До Коли». Да, до Коли мне стоять на шпагате, это неправильное счёта. Ладно, ладно, вставай. Я всё затекло уже. Ну и вообще, до Коли мы будем терпеть эту жижу, кашу и грязь на наших улицах. Но сил больше нет, честное слово. И ведь это происходит каждый год и убивает всё. И наше настроение, и... Я сам. И нашу обувь, собственно. Если грязь можно смыть водой, то вот коктейль реагентов остаётся на обуви надолго. Особенно вот на этой уже, со второго года. Не отмывается. И вот именно вот с такими белыми разводами мы сегодня и будем бороться. Мы вооружены советами из всемирной паутины. Мне кажется, это ошибка, но Кристина настаивала. И наша обувь нам дорога, поэтому сначала я предлагаю проконсультироваться всё-таки с экспертом. На связи со студией мастер по ремонту обуви Руслан Бекчентаев. Руслан, доброе утро. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Руслан, здравствуйте. Отлично, вы с нами. Нам нужно почистить обувь. У нас есть несколько советов из интернета. Мы хотим, чтобы вы как эксперт нам сказали, стоит это делать или не стоит. Работает это или не работает. Начнём с натуральной и искусственной кожи. Говорят, что избавиться от соляного налёта можно с помощью уксуса или масла подсолнечного. Или касторового. Это вообще работает? Нет, это не работает и даже ухудшает. То есть после подобных процедур обувь можно вообще не восстановить. Подождите, и уксус мы разбавим, даже если водой, то всё равно это навредит? Ну, слабый раствор у каждого своя мера, но в конечном итоге уксус может сжечь замк свою кожу. Она станет хрупкой в последующем. Так, смотрите, а подсолнечное масло? Мы прочитали в интернете, что масло увлажняет кожу натуральную, да? Ну, как кожу на руках, так же на лице. Действует точно так же. Ну, для светлой обуви сразу скажу, что пятна останутся, и их опять же ничем не удалить. А если чёрная? На чёрной масло не высохнет, и будет прилипать пыль. А-а-а, ну проще детским кремом мазать, если уж мы хотим увлажнить. Вообще, я бы сказал, лучше использовать профессиональные какие-нибудь средства, косметику для обуви. Они не так дорого стоят. Ну ладно, давайте про замшу поговорим. Может быть, здесь у нас будет попадание, да? Мы прочитали, что замечательный совет, все говорят, помогает. Белый налёт можно очистить с помощью дольки картофеля. Нет. Тоже нет. Потому что если крахмал, он только закрепит грязь. Да? То есть, подождите, в интернете все советы, это всё неправда, но люди же говорят, что это, ну, помогает, и они всё очистили. Ко мне приносят порой обувь после самостоятельного, вот подобного ухода и всего прочего. И результаты, ну, ужасные. Ну, смотрите, вы, если что, готовы вне очереди принять три пары обуви? Да. Ну да, готовы. Да. Ну всё, спасибо вам большое. Вы, как бы, выполнили, да, своё дело? Вы нам сказали, что, ну, это опасно. Мы сейчас подумали, что делать дальше. Мы не послушали вас. Спасибо большое, Руслан. Спасибо большое вам. Хорошего дня вам, рабочего. Ну что, будем портить? Ну, у нас свой страх и риск, я так понимаю. Но на самом деле, эти все советы, люди реально пишут, что они помогают. Может быть, просто наш мастер ними не пользовался, значит, смотри, у нас... Где уксус, а где вода, объяснили. Вот уксус, вот стакан воды. Нам нужна слабая консистенция. Ну, понятно, ложку, значит, в стакан. Да. Хоп, уксус и вода. Размешали. Так, и теперь мы берём губку, чистую губку. Угу. Ой, это сильно много. Я думаю, что да, чуть поменьше, да. И теперь вот смотри, вот если у тебя используют вот здесь, этого никто не заметит. Поэтому осторожненько вот этот раствор промакиваем. Ой, поехали. Вы видите, да? Предлагаю промакнуть теперь водой. Можно выбросить. Продолжай теперь стирать это всё водой. В это время я увлажню свои ботинки. У меня тоже есть губка. Как бы это странно не звучало. Губка, да. Значит, макаем в подсолнечное масло. Но этот способ я слышала ещё от своей бабушки. Поэтому, в принципе, своей бабушке я доверяю. Значит, мы берём ботинок. Это нейтральная кожа. Вот вы видите. Промакиваем подсолнечным маслом. Я пока картошечкой натру. Так, ну смотрите, у меня пока ушёл целяной развод. Ну вот смотрите. Мне кажется, на моей паре обуви результат налицо. Но нет развода белого. Поэтому у меня всё сработало. Но помните, что это только на тёмной обуви работает. На белой лучше не нужно, да. Так, что у тебя? А я сделал только хуже. Но я с тобой не согласна. Потому что, мне кажется, изменения тоже видны. Да? Да. Худшую сторону. Они видны, конечно. В общем, мне нужно... Ну пахнет картошкой. Я пойду и извинюсь перед владелицей этих... Этой прекрасной пары обуви. Перед собой, передо мной. Это, я думаю, можно просто выбросить. Куплю новые. Ну помните, да, этот способ сработал. Поэтому спасайте и вы свою обувь. Либо относите всё это мастерам, либо, пожалуйста, подсолнечное масло. И тогда на следующий год ваша обувь ответит вам взаимностью. Ну и ждём наступления сухой весны. Благо, она уже близко. Ведь вчера был день весеннего равноденствия. Считается, что именно с этого момента начинается настоящая весна. Ну что значит настоящая? Ты знаешь, что вообще-то вёсен целых три вида. И все они разные. Так. И если ты мне не веришь, да, то послушай... После такого... То послушай ведущую прогнозы погоды Настя Чербакова. Она расставит все точки на «Д». Опять за новыми ботинками ехать. У меня как новенькие. Продолжение следует...